По-разному, зависит от конскока мы зажаты, этой грязью замазаны, зажатости, которые не позволяют нам произвести эти звуки, эту деятельность тех же рук. И как раз это означает, что с санскритом это тот самый изначальный язык, вибрация которого в человеке начинает, как вот генерация изначальной, как при попадании в резонанс. Если какой-то резонанс попадает с каким-то объектом, он начинает с ним входить в резонанс, с ним начинает вибрировать. В зависимости от того, насколько эта вибрация становится, если она контролируемая, он может сделать ее либо взрывом, либо очистить себя, отбить лишние ненужные огрехи от себя. Резонанс означает то, что человек, живое существо, предмет избавляется от лишнего. И как раз вот с санскритом означает, что деятельность, которую предлагают здесь учителя, которые предлагают здесь именно очистительными обрядами, и тем более мантрами, как раз именно вспоминая об этом, очищать, что возвращая к нам изначальный звук, изначальную вибрацию, изначальное естество. Сам санскрит это язык, который естественным образом, по идее, он у человека льется. А вот другая речь, уже другие оттенки, это как раз именно зажатости, когда человек зажимает какие-то вещи. Это хорошо видно в пении. Кто знает, как правильно петь, он понимает, что если человек не расслабил фактически организм, он не сможет выдавать правильные звуки. А соответственно, если человек звук не производит неправильные, то он не сможет попасть в резонанс, где эти звуки произносят. Если, например, в духовном мире все звуки являются песнью и радостью, то возникает вопрос, а почему тогда наши песни и радости, ну как-то не сильно нас радуют? Потому что мы настолько грязны, что мы не можем попасть в этот резонанс, мы не можем попасть в этот унисон, мы настолько негармоничны, что мы не можем эти вещи сделать. И поэтому веды, например, предлагают очистительные обряды. В грубом это выражается, как, например, есть четыре типа правил. Самое высшее правило это прийти, это любовь, где резонанс является естественной, изначально нашей природой, естеством. Более низший из них является каким? Нити. Это тоже правило. Но нити означает те правила, которые предписывают шастры, чтобы человек пытался соблюдать их и к этому резонансу подходил все ближе и ближе. Существует ниже правило, потому что человек иногда может отказываться от них. И существуют так называемые ритти, правила природы, правила гармонии природы, которые человек хотя бы, хотя бы правилам природы следуйте, хоть каким-то правилам следуйте. И существует четвертое правило, когда уже человек полностью от грязи настолько залип, настолько уже его ум и грязь настолько сморщился, настолько он сжался от этих всех судорог своих, что он появляется как дритти, он пренебрегает абсолютно всеми правилами. И он считает здесь все для своего чувства наслаждения. И таким образом, просто-напросто не следуя правилам, человек попадает, ну, мягко говоря, возвращается в самскан. Мягко говоря, мы не будем говорить, что он попадает в какие-нибудь там в адские условия, но суть в том, что он попадает туда, куда он хочет. И живое средство, которое ведет грязный образ жизни, такой ребенок попадает в следующую жизнь. Как, например, но и...